Меня зовут Денис и с 5 сентября этого года моя должность в компании Netpeak называется Head of NASA. В детстве я еще мечтал быть космонавтом, мне об этом рассказывала мама, но по факту я понял, что в 25 лет я к этому приблизился, хотя бы в названии должности. Что значит NASA? В компании Netpeak есть департамент Netpeak Agency Special Activities Department. В этом департамент входит три направления. Это копирайтинг, линбилдинг и МКС. МКС это новая услуга, которую мы сейчас разрабатываем. Это маркетинг контент стратегия для блогов. У нас очень успешный блок Netpeak, по нашему мнению, многие не услышали. У нас есть блок серпстата, это продукт Netpeak и мы наш опыт положительный хотим передать нашим клиентам и сейчас услуга в разработке. На сайте пока информации нет, но скоро будет. Этим я сейчас занимаюсь. До этого год, больше года я консультировал клиентов по контекстной рекламе, то есть мы подбирали инструменты, я помогал малому и среднему бизнесу. Компания Netpeak это не только интернет маркетинговое агентство, это на сегодняшний день группа компаний. На слайде вы видите компании, которые вы скорее всего слышали, частично могли видеть или бы знали. Это компании серпстат, компании рингостат, Netpeak Software, Академия Ocean и Тонти Лагуна. До сегодня тема моего доклада, которая была представлена, это стратегия рекламных кампаний на основе воронки продаж. И перед тем, как приступить дальше, сейчас секунду, настроим кликер. Ребята, куда нужно направлять кликер? Отлично. Немного цифра компании Netpeak. Компания на рынке уже 11 лет и представлена в пяти странах наличие есть 8 офисов. Все, я разобрался, ребят, спасибо. Да, есть одна причина, почему я сегодня особенно рад выступать перед вами. И я хочу с вами ее поделиться очень быстро, потом перейдем к докладу. Отлично. Пока кликер настраивают, я немножко расскажу причину. Родился в городе Запорожье, жил и учился здесь до 21 года, закончил КПУ. Последнее мое место работы было на Металлургов и Мексбанк. Было такое отделение, был ведущим экономистом. На сегодняшний день, ребят, вы чуть поспешили. На сегодняшний день отделение Бритбанка уже не существует, но скажу честно, я тут ни при чем. Теперь там новая почта. В 2013 году я закончил, получил диплом магистра и уехал в город Харьков. Спасибо. С детства я занимался спортом. Давайте перевернем опять на прекрасный слайд. Сейчас я справлюсь с этой техникой. Окей. С детства я увлекался спортом и так получилось, что играл футбол в Юности, это соседнее здание. Играл футбол Динамо, это стадион, рядышком он находится. Даже работал неподалеку от этого заведения, от Козак Пелос. И для меня большая честь сегодня выступать перед вами. Если бы мне кто-то раньше сказал, что я буду выступать здесь, то, наверное, бы моя реакция была примерно такой. Ну, немножко заспойлерили слайд, но я считаю этот мемчик, он довольно актуальным. И, по-моему, эта бабуля, она просто шикарна. Окей. Теперь переходим непосредственно к теме моего доклада. Это статья рекламных компаний по воронке продаж. Эта гифка шикарно отображает цель моего доклада сегодняшнего. Здесь есть воронка и здесь есть целевое попадание, точное попадание в целевую аудиторию. Ребята, давайте следующий слайд тогда вручную. Окей, спасибо. Теперь давайте поговорим о том, что такое воронка продаж и зачем она нужна. Воронка – это цепочка взаимодействий рекламных компаний с пользователем в сети интернет с целью привлечения нового канала либо лида, клиента либо лида. Воронка нужна для осознанного, целенаправленного и точечного взаимодействия рекламы с пользователем, которого мы хотим сделать нашим клиентам. И для того, чтобы показать вам наглядно, что такое реклама по воронке и не по воронке, я приведу примеры. Скажу сразу, что примеры искал максимально простыми, чтобы это было понятно всем. Я не искал определенные компании, я просто вбивал запрос в Google, поисковую строку и скринил выдачу. То есть сейчас будут реальные примеры. Я специально не замазывал название компании, потому что вы это можете видеть так в интернете. Приступим. И тут будет небольшой интерактивчик. Да, ребят, момент, который я упустил. У меня два вопроса. Первый вопрос. Кто родился в городе Запорожье? Здорово, очень много людей. Не опускайте руки, поднимите еще раз. А теперь оставьте руки поднятыми те, кто сейчас не живет в городе Запорожье. А, есть несколько людей. Отлично. Спасибо большое организаторам эти форумы, что позволили нам посетить наш родной город. И я раньше, чем планировал, видел своих родителей. Поэтому это была не плановая поездка. Спасибо большое организаторам. Это было очень важно. Теперь давайте посмотрим на примеры. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, человек, пользователь, который вбивает запрос инвестиции, и вы видите на слайде, вам видно, что написано? Поднимите руку. Всем видно? Здорово. Человек, который видит такую выдачу, вводит такой запрос и видит такую выдачу, он это ожидал увидеть? Поднимите руку, кто считает, что выдача релевантна запросу пользователя. Здорово. Отлично. Таких рук нет, потому что это действительно не совсем целевая реклама. Запрос общий, запрос об инвестициях при этом. То есть, скорее всего, пользователь хочет узнать, что такое инвестиции, какие виды существуют. Узнать об этом более подробно. При этом мне 4 компании предлагают инвестиции в ICO, инвестиции в бинарные опционы. Что такое БО, я мог не знать, и, скорее всего, пользователь не знал этого. Инвестиционные проекты IT и краудфандинговая платформа. Это немножко преждевременная реклама. Клиент еще не готов к этому предложению, но мы ему уже показываем. Соответственно, моя реакция как пользователя. Я еще не готов инвестировать, я не решил, куда. Останьте от меня со своими предложениями. Пойдемте дальше. Второй пример. Отлично. Всем видно? Я переживаю, чтобы всем было видно текст. Видно текст объявления? Поднимите руки, пожалуйста, чтобы я понимал, что вам всем видно. Спасибо большое. Запрос курса веб-дизайна. Обратите внимание на выдачу. Как вы считаете, объявления, которые видит пользователь, которые увидел я, они релевантны? Кто поднимет руку, кто считает, что они хорошо настроены? Что ответ на мой вопрос качественный. Очень удивительно, что мало рук. На самом деле рекламодатели молодцы, они хорошо настроили рекламу. Они показывают, какие есть курсы, что в них входит, где находится, когда работает. Есть разные УТП, есть скидка. То есть в данный момент реклама актуальна. Но это был мой первый запрос, первый поиск. По этому же запросу через час я вбиваю курсы веб-дизайна. Давайте посмотрим на новую выдачу. Обратите внимание, что у двух компаний из трех объявление не поменялось. При этом я хочу добавить, что когда была первая выдача, я перешел по каждому объявлению. То есть я попал в списки ремаркетинга. Обратите внимание, что только одна компания, в данном случае это IT-школа спалах, изменила свое объявление. Если первое объявление IT-школы спалах было более общим, то есть я мог ознакомиться с информацией, после чего я перешел на сайт, почитал детальные отзывы, почитал детальнее ту информацию, которая у них представлена, узнал, что будет на этих курсах, стоимость. Скорее всего я изучил, если для меня это важно. Я попал в списки ремаркетинга и второй мой поиск уже, реклама по второму моему поиску призывает записаться на курс. То есть здесь уже есть призыв к действию. И он в данной ситуации актуален, потому что я знаком с этой услугой, я знаком с этим курсом и могу записаться на него. Если бы он был раньше, то это было бы не актуально. Данный пример показывает, что сегментация аудитории это очень важный момент. Чем больше вы дробите аудиторию, чем больше вы ее сегментируете, тем более качественно и точечно вы сможете настроить ваше объявление. Соответственно, как вы все знаете, более релевантное объявление повышает CTR, конверсию и так далее. Мы об этом дальше поговорим, о KPI. Двигаемся дальше. Третий пример. Теперь поговорим о медийке. Поднимите руку, кто считает, что это объявление направлено на определенную целевую аудиторию, которая сегментирована по каким-то признакам. Есть такие? Окей, рук немного. Обратите внимание, что четыре разных товара. Тут же я добавлю, что я не заходил на розетку и не смотрел эти товары. То есть это не ремаркетинг. Мне предлагают купить четыре разных товара. Телефон, дрель. Я даже не знаю, что это остальные два товара, что они из себя представляют. Но мне уже показывается их цена. Я не искал это. Я этим не интересовался. Это довольно общее объявление. То есть оно меня не привлечет, потому что я этого не искал. Соответственно, моя реакция как пользователь. Я не искал эти товары. Я не готов купить. Меня не интересует цена на эти товары. То есть, скорее всего, на эту рекламу я не обращу внимания. Следующий пример. Обучение в институте Марангоне. Это медийная реклама, также баннер. Поднимите руку, кто считает, что это объявление, оно интересно. И что, скорее всего, оно будет иметь хорошую CTR кликабельность. Есть такие? Окей, рук немного. И это ответ правильный. Если я вам дополню, скажу, что я не интересовался Марангоне, не интересовался обучением, то есть это не ремаркетинг. Я не был на их сайте. Обратите внимание, что в этом объявлении есть пуш. Подать заявку. Я не готов подать заявку в то место, о котором я ничего не знаю. То есть я не знаю о нем, нет никакого уникального торгового предложения либо какой-то особенности, о которой говорил Михаил ранее, чуть на предыдущем докладе, которая заставит меня узнать больше. Этого здесь нет, соответственно, я прохожу мимо этого объявления. И реакция пользователей, как правило, на рекламу, которая не сегментирована по воронке, когда аудитория не разбита на разные сегменты, будет именно такой. Теперь давайте посмотрим пример рекламы, которая настроена сегментацией, которая имеет точное попадание в желание пользователя. Здесь я буду двигаться быстрее, потому что времени мало, а информации очень много. Следующий пример запроса, где купить Meizu. Поднимите руку, как вы считаете. Это релевантная выдача, это объявление интересно. Перекликнули я по этому объявлению. Ребята, что так мало рук? Обратите внимание, что мой запрос, где купить Meizu. Я получаю четкий ответ, что это официальная Meizu. Я получаю информацию о минимальной цене. Я получаю адрес ближайший, куда я могу ножками дойти и купить себе телефон. Я получаю время работы. Также я не определился еще с моделью Meizu. То есть я не знаю, какую модель я хочу. Мне предлагают выбрать три, скорее всего, самые популярные модели. То есть они предлагают мне, и я кликну либо по дополнительным ссылкам, либо по основной и перейду на сайт. Следующее объявление. Следующий пример. Я смотрел квартиры в Новострое в Одессе. К сожалению, пока еще не себе. Но я заходил на жилой комплекс «Новая Европа» и смотрел планировку, смотрел стоимости, собирал информацию для друга. И меня догнала реклама с информацией о рассрочке, номером телефона и важным уточнением на квартиры в сданном доме. То есть если меня интересует квартира в сданном доме, я готов заселиться и хочу купить, и хочу сразу жить. Они мне это предлагают и номер телефона. Я могу кликнуть, могу позвонить. В любом случае это будет целевое действие. Это, соответственно, ремаркетинг. Следующий пример ремаркетинга, уже динамического ремаркетинга, разведка. Я смотрел именно этот макбук, который я хочу себе приобрести, и меня догоняет… Для вас это не новость, но это хороший пример. То есть розетка показывает вам тот товар, который вы хотели купить, но не купили, напоминает вам об этом. И, скорее всего, если у вас есть для этого возможность финансы, вы это сделаете. Двигаемся дальше. Здесь уже, к счастью, это не я для себя искал, но я смотрел памперсы, именно эту модель памперсов. И меня памперс догоняет с указанием скидки, указанием бесплатной доставки и указанием стоимости. Соответственно, мне как пользователь, если бы я покупал для себя, мне это было бы очень интересно, я перешел бы и кликнул бы по этому объявлению. Соответственно, в идеале настраивать рекламу таким образом, чтобы реакция пользователя была именно вот такой. Чтобы им нравилась ваша реклама, чтобы хотелось по ней кликнуть, чтобы это было то, что им сейчас нужно. Чтобы эта реклама удовлетворяла потребность вашего потенциального клиента. Двигаемся дальше. Какая же она эта воронка? Воронка продаж. Сейчас вы видите на слайде стандартную воронку продаж, которую вы, скорее всего, много раз видели в той или другой форме. Как вы видите, самая широкая аудитория находится наверху воронки. Самая узкая аудитория находится внизу воронки. Это осведомленность, заинтересованность, желание купить, покупка и повторная покупка. Многие забывают про пятый сегмент. Не забывайте про него. Это самая лояльная аудитория. Об этом мы сейчас поговорим более подробно. Есть такой подход в маркетинге, который называется C-Sync-Duke. Поднимите руку, кто слышал об этом. Немного людей. Значит, кому-то я что-то новое сегодня расскажу. Это уже здорово. Данный подход появился в 2013 году. Основатель этого подхода – это Авин Ашкошик. Это евангелист Google и писатель двух книг по веб-аналитике. Смысл этого подхода заключается в том, что, по мнению Кошика, стандартный маркетинг очень эгоистичен. Мы работаем и взаимодействуем только с той аудиторией, которая готова покупать сегодня. То есть мы говорим, дружище, у тебя есть деньги, ты хочешь то, что есть у меня. Купи у меня это, я буду доволен, ты уйдешь довольный. На этом взаимодействие заканчивается. При этом он говорит, что нужно взаимодействовать даже с теми клиентами, которые могут быть вашими клиентами, но у них пока еще нет явного коммерческого интереса. Как это делать, мы сейчас дальше разберем. То есть таким образом Кошик расширил понятие целевой аудитории. Теперь мы можем работать не только с теми, кто готов купить, где большая конкуренция, но можем подогревать аудиторию, делать ее лояльной к нашему бренду и получать в дальнейшем его как клиента. Первое – сегмент аудитории. То есть он разделяет всю целевую аудиторию на четыре сегмента, четыре категории. Это категория C. Здесь сюда, в эту категорию попадают все пользователи, все люди, которые могут быть вашими клиентами. Например, если привести пример, это интернет-магазин одежды. То это все люди, которые носят одежду. Это категория C. С ней часто мало кто взаимодействует. Двигаемся дальше. Следующая категория – это SYNC. Это аудитория, когда пользователь может пользоваться, быть вашим клиентом, может привезти вашу продукцию, может в ней нуждаться, и при этом он уже задумывается о том, что ему это нужно. То есть если принести этот пример на одежду, то это тот человек, который носит одежду и думает о том, что неплохо было бы прикупить какие-то новые вещички. Следующая категория – это аудитория Do. Как видите, воронка сужается. То есть аудитория SYNC входит в аудиторию C. Аудитория Do входит в категорию SYNC и в категорию C. То есть, соответственно, это одна и та же аудитория. Но используя, взаимодействуя с разными категориями, вы делаете воронку более широкой. В вашей целевой аудитории больше вариантов у вас взаимодействия с ней. Категория Do – это как раз та категория, с которой все в основном взаимодействуют. Это когда человек знает, что ему нужно, хочет это купить, и у него есть явный коммерческий интерес. Здесь в контексте рекламы за эту категорию происходит очень большая заруба. И как раз на этой категории сконцентрировалось все внимание. Следующая категория – это категория Care. Это люди, которые купили на вашем сайте более чем два раза. Это лояльная аудитория, с которой можно работать. Многие про нее забывают, это большая ошибка. Это золотая жила ваша. То есть вы, если человек вам доверяет, у нас многие пользователи ленивые. Сейчас, в принципе, мир таков, что клиент, он довольно ленив. Если он купил два-три раза на одном и том же сайте тот товар, который ему нужен, остался доволен товаром, остался доволен сервисом, то он не будет идти в другой магазин, который дает скидку 5%. На фоне той, где он уже покупал. Он будет покупать по привычке там, где он уже привык. При этом, если вы будете с ним взаимодействовать, он не забудет о вас. Напоминание. ML-рассылки, ремаркетинг. Например, с памперсами. Памперсы – это тот товар, который постоянно нужен в семье. Вы, примерно понимая, какой товар купил клиент, насколько памперсом он закупился, понимаете, сколько времени он будет расходовать этот товар. Вы можете, соответственно, показать ему ремаркетинг через месяц и напомнить о том, что, дружище, тебе нужно купить памперсы. Это банальный пример, но, тем не менее, с этим нужно работать. Теперь давайте затронем вопрос аналитики. Вы можете сказать, отлично, я буду взаимодействовать с большим количеством аудиторий, с большим количеством категорий пользователей. Соответственно, мой рекламный бюджет будет расти и непонятно, будет ли это эффективно или нет. В конце концов, мы всегда оцениваем эффективность рекламных компаний. Правильно это делать в финансах, в окупаемости инвестиций. Это показатель РОМИ, показатель РОС, ДРР, доля рекламных расходов и так далее. Как понять, что то, что вы делаете и тратите деньги на большее количество категории пользователей – это выгодно и эффективно? Скажите, пожалуйста, у кого стоит на сайте, с которым работает, взаимодействует система аналитики? Окей. А поднимите руки, у кого система аналитики не установлена на сайте. А у остальных сайтов нет? Окей, ребят, скажите, пожалуйста, из тех, у кого стоит код аналитики либо метрики на сайте, скажите, пожалуйста, кто из вас сделал какие-то дополнительные внедрения, передает какие-то пользовательские данные о клиентах, о возвратах, о реальном доходе, о реальной прибыли? Здорово. Людей еще меньше. Окей, сейчас мы поговорим про аналитику, как можно анализировать правильно, эффективен вам тот или иной канал или нет. Если мы говорим с вами только про одну категорию, категорию do, то все это очень просто. Вы настраиваете коммерческие запросы, есть переходы, вы смотрите CTR, конверсию, считаете окупаемость. В лучшем случае еще может добавиться ремаркетинг. Но если вы взаимодействуете с более широкой аудиторией, начиная с верхушки воронки, то это значит, что вам нужно намного больше делать аналитическую работу и мерять все это деньгами, что довольно сложно. Теперь переходим к более конкретным вещам. По умолчанию в стандартных отчетах Google Analytics настроена система атрибуции last-non-direct-click. Это значит, что целевые действия относятся к последнему взаимодействию пользователя, который он совершил через непрямой канал. То есть учитывается только последнее взаимодействие. Давайте рассмотрим такой пример. Человек сначала пришел по меди, на рекламе. Вы показали ему рекламу своего бренда, информацию, заинтересовали. После этого он пришел в органике на ваш сайт. После этого он пришел третьим сеансом через email-маркетинг. Неверно говорить, что email-маркетинг молодец, и он дал всю ценность, он принес вам прибыль, потому что до этого была медийка и до этого была органика. То есть нужно оценивать каждое касание пользователя в этой сессии, в этом сеансе. Об этом мы сейчас дальше и поговорим. Как же понять, какой канал, какой инструмент, какая компания эффективна на самом деле? И, собственно, вот такой Джеки Чан, который тоже в шоке, не знает, что с ним делать. Давайте рассмотрим для примера путь пользователя, какие они бывают. Давайте первый пример рассмотрим. Пользователь пришел сначала через дисплей, через медийную рекламу, потом через органику. Три раза заходил по прямому переходу, возможно, сайт добавил закладки. Следующие два перехода были через органику. После этого было пять переходов по прямому, прямых переходов. И в итоге конверсия была совершена по поисковой рекламе. Верно ли, поднимите руку, кто считает, что верно утверждать, что всю ценность принесла платная реклама. Поисковая. Отлично, рук немного. На самом деле платная реклама это было последним касанием. Если бы не было медийки, возможно, этого бы не было. То есть нужно анализировать всю цепочку. Теперь двигаемся дальше. Давайте посмотрим, как можно определить ценность каждого касания. Вариант первый. Сравнение разных моделей атрибуции в Google Analytics. Если вы работали с Google Analytics, вы понимаете, что есть возможность выбрать систему атрибуции и посмотреть, какую ценность вам принес тот или иной канал. Но, как мы раньше выяснили, стандартная система атрибуции в Google Analytics это last non-direct click. То есть не совсем корректная, потому что она учитывает только последние взаимодействия. Давайте рассмотрим следующий вариант. Можно создать новую модель атрибуции, не новую, а свою модель атрибуции на основании встроенных моделей в Google Analytics. Перед тем, как перейти к кастомным, поговорим о том, что какой функционал есть на сегодняшний день в Google Analytics. Вы… Есть лазерная указка здесь? Нет? Центральная кнопка? Окей, давайте тогда, я думаю, всем понятно. Первая надпись – это last interaction. Это последнее действие. И пойдем по бывающим. Следующее – это last non-direct click. То, о чем я говорил, это последнее непрямое взаимодействие. Следующее – это last AdWords click, то есть это последний клик в системе AdWords. Следующее – это first interaction, то есть это первое касание пользователя с вами. Следующее – это линейное. Линейное распределяет равномерно ценность на все каналы, которые были в цепочке. Если их было 8 и, допустим, рекламный вам клиент принес 200 долларов, то эти 200 долларов необходимо разделить на все 8 частей, и это будет ценность каждого касания. Опять же, это не совсем корректно, потому что каждый шаг отличается сложностью и ценностью для вашей компании. Поэтому это довольно топорный метод, который на сегодняшний день и отображает реальную картину. Следующее – это time DC. Это когда вы оцениваете… Эта модель применима в тех бизнесах, где принятие решения происходит быстро. Например, какие-то эмоциональные покупки. Вы смотрите по времени, какое было касание последней перед конверсией. Это считается основной ценностью. Защита получает основную ценность. Последняя возможность атрибуции – это атрибуция по позициям. Это значит, что вы определяете процент ценности, который принесла вам рекламная компания, либо на первое, либо на последнее касание. И оставшийся процент распределяется в равные доли между теми касаниями, которые были промежуточными. Опять же, эта система не совсем правильно работает, потому что у вас нет объективной оценки ценности, которую принес вам тот либо иной рекламный канал. Есть такая теория, которую иногда предлагают аналитики. Это оценивать каждый рекламный канал, исходя из своих задач. То есть, если мы говорим о медийной рекламе, задача медийной рекламы – не сконвертировать, потому что, как вы знаете, конверсия медийной рекламы очень низкая. Задача медийной рекламы – привлечь пользователя на сайт, чтобы он попал в ваш список ремаркетинга. Соответственно, можно оценивать по атрибуции first click, потому что эта задача была – привести пользователя на сайт. Ремаркетинг можно оценивать по last click, last non-direct click, понимая, что задача была ремаркетинга – добить клиента, чтобы он купил, оформил заказ. Это случилось, вся ценность распределяется ремаркетингом. Но есть проблемы. Когда вы оцениваете каждый канал таким образом, сумма тех ценностей, которые приносят все эти системы атрибуции, она будет значительно больше, чем ваш реальный доход. То есть по факту вы в CRM видите, что вы заработали 1 миллион гривен. По факту ценность будет показываться, что вы заработали 12 миллионов гривен. Вряд ли это понравится финансовому директору. Поэтому система это не очень работает. Что по поводу создать свои модели атрибуции? Вы можете это сделать, но новую атрибуцию вы не создадите. Вы можете подправить ту, которая уже существует. То есть вы можете изменить время, изменить какие-то точные параметры, но по факту это не изменит сам подход. Возникает вопрос, что же делать? Есть следующий способ. Это Data Drive Attribution. Это система атрибуции, которая близка к реальности и она может дать вам понять, понимание ценности каждого канала в итоге всей сессии. То есть она оценивает, эта система назначает определенную ценность каждому касанию пользователя в вашем режиме сессии. То есть, как вы видите на слайде, PageSearch получил 31% и так далее. То есть есть определенная ценность, которую получает каждый канал. Но есть две проблемы, особенности. Первое, то, что эта система атрибуции доступна только в Google Analytics 360, это платная версия. Стоимость данного, данной системы аналитики в год от 150 тысяч долларов, то есть довольно дорого. Второе, это то, что эта система является определенным черным ящиком. Это значит, что если ваш финансовый директор, либо кто-то из руководства компании спросит, а почему PageSearch получила 37%, а не 27%, вы не сможете, на него ответить, потому что система оценивает на основании своих каких-то настроек аналитики и своей статистики. Она близка к реальности, но не прозрачно и довольно дорогая. Подведем итоги. Система атрибуции. Есть последнее касание. Эта система всем понятна, это ее плюс. Недостатки. Она не учитывает 80% сессий перед заказом. Соответственно, аналитика ваша не объективна. Когда аналитика не объективна, есть вероятность того, что все решения, которые будете принимать, будут частично ошибочными. Следующее, это на основе позиций. На основе позиций есть плюс. Это реализовано уже в Google Analytics. Вам ничего делать не нужно. Вы заходите в Google Analytics, выбираете нужную систему атрибуции и оцениваете эффективность рекламных кампаний. Но есть минус. Атрибутируют больше, чем мы заработали. Если вы сложите всю ценность, которую принесли разные рекламные каналы по основанию позиций, то это будет больше, чем реальный доход. Следующее, это ассоциированные конверсии. Учитывает взаимное влияние. Это плюс. То есть вы можете увидеть, как влияет один канал на другие и какие есть цепочки взаимодействия. Это плюс. Но есть минус, опять же, что атрибутируют больше, чем мы заработали. То есть на эти цифры операция неверная. Следующая, последняя система, это data driving, которую мы обсудили. Она учитывает каждую сессию. Это плюс, но она довольно дорогая и это черный ящик. Возникает вопрос, что же делать? Нам очень повезло всем, что ребята из Ovox разработали свою систему атрибуции, которая называется funnel-based. Поднимите руку, кто слышал об этой системе атрибуции. Здорово, есть такие люди. А поднимите руку, кто внедрил свою работу в эту систему атрибуции. Нет рук. Окей. Сейчас мы об этом более подробно поговорим и больше людей об этом узнает. Нет. В принципе, для того, чтобы рассказать об этой системе атрибуции подробно и чтобы всем было понятно, потребуется очень много времени, которого у нас, к сожалению, нет. Поэтому я оставлю в презентации ссылку. Об этой системе атрибуции уже рассказали мои коллеги, подробно расписали, как ее настроить, сравнили модель атрибуции. Вы можете это посмотреть, ознакомиться, разобраться и внедрить свою работу. То есть там есть пошаговая инструкция. Тем не менее, мы рассмотрим все-таки пример, чтобы у вас было понимание, как это работает. Возьмем с вами вводные данные. Есть три канала, с которыми взаимодействовал пользователь перед тем, как купить. Это органика, PPC и email. Данный кейс мы рассматриваем на продуктовой компании. Это конкретно кейс из компании Serpstat. Это продукт нашей компании, компания Netpeak и это SaaS, то есть сервис. То есть здесь как раз цепочка взаимодействия с пользователями довольно большая и приходится взаимодействовать с категориями пользователей на разных уровнях. Поэтому коллеги внедрили в Final Base свой продукт Serpstat и теперь оценивают так эффективность рекламных компаний с помощью этой атрибуции. Рассмотрим. Если по модели First Click всю ценность получит первое посещение и канал Organic. То, что мы с вами еще вначале обсуждали. Почему 19 долларов? Потому что 19 долларов это самый минимальный тариф в компании Serpstat в продукте на месяц. Поэтому берем именно этот чек. Если мы говорим с вами о модели Last Click, всю ценность получит последнее посещение и канал email. Соответственно Organic и PPC остаются недооцененными. Если мы говорим с вами о модели Funnel Based, то ценность распределится между всеми посещениями пользователя в зависимости от того, какие шаги воронки оформления заказа пользователь совершил. Если просто это объяснить, то в компании Serpstat есть некая воронка. Это посещение сайта пользователем, это использование сервиса, это регистрация, следующий этап. После этого это заход на страницу тарифы, начало оплаты и завершение оплаты. Каждый шаг по воронке имеет определенную важность, определенную ценность. И чем сложнее шаг совершается, то есть чем пользователю сложнее его пройти, тем больше ценности получает этот шаг. Это если на простом примере. Как это работает на практике? Опять же в статье это все расписано, вы сможете с этим ознакомиться. Допустим, модель распределила ценность по посещениям следующим образом. Первое посещение 5%, второе посещение 43%, третье посещение 52%. Теперь приведем это на деньги. Понимая ценность каждого касания, мы можем взять ту прибыль, либо доход, в зависимости от того, как бизнес меряет свою эффективность рекламных кампаний и умножить на этот коэффициент. То есть мы четко поймем, сколько денег принес нам тот или иной канал. Таким образом оценка каналов будет таким. Органика получила, органика нам принесла ценность в 1 доллар, почти 1 доллар, контекст это чуть более 8 долларов, email это чуть менее 10 долларов. Имея эти цифры, вы можете в разрезе каждого канала, каждого рекламной кампании, каждого инструмента оценить эффективность, высчитать роми показатели соотношения расхода к доходу, как вы меряете эффективность, я не знаю, в каждом бизнесе по своему, но как правило это роми, рои, либо рооз. И двигаемся дальше. На примере, на слайде это именно вот так выглядит. То есть каждое касание получает свою ценность. И здесь мы плавно подошли к основному подходу и принципу в работе PPC. Это первое действие, что мы делаем, это гипотеза. Коллеги говорили сцены, что все начинается с идеи. То в контекстной рекламе все начинается с идеи и гипотезы. Вы формируете определенную гипотезу. Какое объявление показать этому сегменту аудитории? Какой призыв? Какие УТП показать и так далее? Вы делаете гипотезу, после этого внедряете ее, то есть тестируете на определенном небольшом бюджете, анализируете результаты. И этот процесс бесконечен. Таким образом вы получаете, имея четкое понимание, что работает эффективно, что менее эффективно, сколько вам тот либо иной канал приносит денег, как он окупается. Вы можете четко понимать, работает с этим каналом дальше или нет, работает с этой рекламной компанией или нет. Если же аналитика построена неверно, то ваше решение также будет приниматься неверно. Это логично. Поэтому хорошая аналитика, особенно в продуктах, в тех бизнесах, где цепочка пользователя довольно длинная, то есть сложная, это очень важно, отстроена аналитика. И Funnel Base решает эту задачу. Давайте подведем небольшой follow-up. Первое. Работа по воронке позволяет персонализировать обращение к пользователю на основании имеющихся данных. Повышается релевантность рекламы, предложение подходит пользователю. Если вы свою аудиторию целевую дробите на как можно большее количество сегментов, и вы четко понимаете, что предложить конкретно этому сегменту аудитории. Реклама более релевантна, она более интересна пользователю, соответственно предложение подходит пользователю. Следующий вывод. Полезность и релевантность объявления повышает CTR. Это логично. Конверсия, снижается CPA, если вы меряете этот показатель, улучшается ROMI, ROS, а поскольку мы работаем с теми, кто уже купил, мы не забываем про пятую, если не ошибаюсь, пятую часть воронке категории, это CARE. И мы работаем с теми, кто уже купил, то есть мы повышаем наш LTV. LTV – lifetime value, это совокупность дохода, которую мы получили от пользователя за период жизни нашего клиента. Следующий вывод. Систематизируя процессы, вы переходите от ожидания удачи к четкой стратегии и пониманию причинно-следственной связи при падении или резком росте прибыли дохода по каналу PPC. Что это значит? Работая в предыдущей компании, не буду говорить какой, я работал PM по контексту рекламе. И когда клиент спрашивал, дружище, а почему у нас… Мы тогда не мерили ROMI, ROI, мы мерили только CPA и количество заказов. А почему у нас сегодня нет пяти заказов, как должно быть каждый день? И я смотрю, погода плохая. Говорю, слушайте, ну погода плохая, и кто не хочет покупать или оставлять заказ, заявку на какие-то туристические курсы, либо какой-то другой продукт и так далее. То есть не было четкого понимания, почему это происходит, и мы не могли его дать. Но имея четкую аналитику, имея сегментацию аудитории, вы смотрите, что есть шесть шагов по воронке. Первые пять сработали на отлично, все показатели в норме, шестая провалилась. Вы начинаете копать, почему так? И дорабатываете, решаете проблему, устраняете ее и повышаете эффективность рекламы. Эффекты сзади меня происходят. Таким образом вы приходите к четкой стратегии, то, о чем я говорю, и вы понимаете причинно-следственную связь, почему так произошло. То есть вы не ожидаете чуда, а четко понимаете, что происходит с вашим бизнесом. Разбираясь в отношениях пользователей с вашей компанией в реакциях определенного сегмента вашей целевой аудитории на определенный призыв, вы сможете использовать эти знания в своих целях, как кроспродажи, вывод нового товара, вывод новой услуги на рынок и так далее. Что имеется в виду? Вы при настроенной аналитике получаете довольно большой запас знаний и даты, даты, с которыми можно работать. Вы понимаете, что заходит этому сегменту аудитории, что не заходит. Соответственно, на основании этого вы можете брать свои списки ремаркетинга, составлять определенные сегменты аудитории и показывать им вашу рекламу. При этом, если вы понимаете, как они будут реагировать, вы знаете их реакцию. Можете это прогнозировать и можете более точно взаимодействовать с пользователем, добиваясь лучших результатов. Следующий этап, следующий follow-up, это не обязательно иметь большой рекламный бюджет для реализации стратегии по воронке. Это очень важный момент, потому что сейчас, возможно, кто-то скажет, что стратегия сложная, фаналбейс не для всех и так далее, и так далее. Но с воронкой работать стоит. Сегментируйте в контекстной рекламе свою аудиторию максимально подробно. Прописывайте план, путь пользователя, как он пришел на ваш сайт, через какой канал, что вы ему показываете, как он реагирует, что будет, когда он в следующий раз идет на сайт, какой рекламой, каким инструментом его обратно вернуть, как с ним дальше взаимодействовать, к чему призывать и так далее. Расписывая эту стратегию, вы будете четко понимать, эффективность рекламной кампании изначально будет выше, потому что вы четко подходите к этой задаче, структурировано и работаете по определенному шаблону, которым, кстати, с вами я в конце поделюсь. И, собственно, вот он, практика, шаблоны, инструкция. На блоге Netpeak есть статья, она, собственно, это скрин статьи, вы можете сфотографировать, можете потом взять презентацию и перейти по ссылке, есть ссылка на нее. Моя коллега и тимлит по PPC, она подготовила четкую, пошаговую стратегию, как настраивать контекстную рекламу по воронке. Там есть доксик. Мы в Netpeak очень любим доксики. Доксики это наше все. Все начинается с доксиков. В том числе и эта стратегия, есть четкий доксик с заполненным примером. Вы просто себе его копируете, оптимизируете под ваш бизнес, отдаете вашему интернет-маркетологу и он работает с этим. То есть это четкая стратегия, четкая инструкция. Ну и, соответственно, после того, что я вам рассказал, убить я вас не смогу, но как минимум память стереть придется. И на последнем слайде мои контактные данные есть ссылка на аккаунт Facebook. Если будут вопросы, задавайте. Я открыт коммуникации. Все мои контакты на слайде. Спасибо. Можно мне микрофон? Аплодисменты. Вот это да. Я, конечно, чтобы горжусь. И это он волновался. Держаться на сцене лучше меня. А то, сколько он рассказал и что он рассказал, мы сейчас не найдем просто ни на одном ресурсе в интернете. Это просто за 40 минут надопил башню. Вопросы. Я понимаю, сейчас либо море вопросов, либо ни одного, потому что видел парня с кофе обстоял, в конце такой просто такой рот открыл, а потом смотрю, он считает. Там какие-то цифры пошли, он стоит и считает эту тему, психанул, развернулся, ушел. Вопросы? А, понятно. Дайте карбин ничему. Спасибо большое за доклад. Следующий вопрос. Вот по сервису сервста, сколько в среднем времени от первого касания с продуктом до покупки продукта? Это первый вопрос. И второй, проводили ли вы кластеризацию пользователей? Возможно, есть какие-то интересные сегменты, которые ведут себя как-то иначе, чем другие. Спасибо за вопрос. Я напомню, что я не работаю в компании сервстат. Это отдельный продукт, отдельный бизнес. И я знаю о сервстат столько же, сколько те люди, которые заходят на блок сервстат. Возможно, я какие-то инсайды получаю в процессе общения с коллегами. Ответить на ваш вопрос точно я смогу. Скорее всего, это будут случайные цифры, если я какие-то назову. Они будут неточными. Но этот процесс не быстрый. То есть, как правило, пользователь заходит, пробует, тестирует, юзает, смотрит, как это применимо для его бизнеса. После этого включается customer support, то есть включаются обученные люди. Они консультируют, проводят демки, объясняют, как именно его бизнесу это будет эффективно, как ему это подходит. И после этого человек принимает осознанное решение на приобретение. То есть, после того, как человек зашел на сайт, воспользовался, зарегистрировался, ему предлагают демку. Если ему это правда интересно, вам интересно, вы можете также пройти демокурс и вас проконсультируют, как его можно для вашего бизнеса использовать. Это бесплатно. Вопрос второй. Напомните, пожалуйста. Про кластеризацию. Да. Сегменты пользователей. Как я говорил в своем примере, есть определенная оборонка серпстата. Я ее назвал. Кластеризация аудитории, конечно, есть, хотя бы потому, что мы работаем на разные рынки. Если я не ошибаюсь, более чем в 270 стран приходят оплаты по серпстату, то есть покупается подписка. Соответственно, разные аудитории, разные потребности. Например, Украине нужна скидка, России, СНГ нужна скидка. А UK, USA нужна не скидка. Им нужна экспертность, им нужны какие-то фишки. То есть в каждой аудитории свои подходы. Соответственно, это сегментируется и кластеризуется и по-разному взаимодействует. Может, видели, серпстат сейчас тестирует медийную рекламу с разными определенными мемчиками для того, чтобы привлечь внимание. То есть пробуется. Как я и говорил на примере, гипотеза тестируется, анализируется. То, что работает, оставляем. То, что не работает, либо работаем дальше, тестируем, дорабатываем, либо отсекаем. То есть так. Спасибо. Пожалуйста. Дайте еще микрофон Роме. Очень хочет. Хочу поблагодарить за доклад. Очень интересная, классная информация. И такой вопрос. Вот на первых слайдах рассматривался поисковый ремаркетинг. Насколько я помню, поисковый ремаркетинг, список поискового ремаркетинга тысяча человек должен быть. То есть насколько я полагаю, вот эта вот воронка, именно первичное взаимодействие с поисковой контекстной рекламой, она подходит больше для тех сайтов, у которых достаточно большой объем поискового трафика. Потому как, допустим, если рассматривать локальный бизнес, у которого там всего в месяц там 300-400 кликов, ну это просто, это не сработает, потому как нам набрать список, понадобится несколько месяцев, а зачем нам эти люди через несколько месяцев уже, то есть они уже как бы по сути дела не нужны. Все верно, да? Какое число вы продаете, чем занимаетесь? Чем вы занимаетесь? Контекстной рекламой занимаюсь. Я думал, у вас какой-то бизнес или вы? Нет, я непосредственно контекстной рекламой занимаюсь. Да, все верно. Есть определенные ограничения по спискам ремаркетинга, то есть вы все верно сказали, поэтому их нужно набрать. Ничто не мешает сразу поставить код ремаркетинга, в том числе код ремаркетинга на фейсбук и собирать эти списки. Но если трафика мало, то скорее всего они могут быть неактуальны. Это вы также правильно отметили. Поэтому в этом случае с этим кейсом, да. То есть должно быть определенное количество трафика, определенное количество пользователей в списке ремаркетинга, тогда это будет актуально. И если можно еще второй вопрос. По funnel-based, как распределяется вот именно вот соотношение важности каждого канала, каждого взаимодействия пользователя. Это сама система определяет или это мы уже должны определять в зависимости от точек взаимодействия? Отличный вопрос. Вы сами это делаете, в этом и прелесть. Funnel-based это система более прозрачная и максимально простая, что ли, доступная и более четкая. Что имеется в виду? Ценность вы определяете на основании двух факторов. Это приоритетность шага для вас непосредственно. И второе, это сложность, если так простым языком выразиться, переход от одного от поворонки в другой. Что это значит? Есть формула. Вы просто в docs вставляете и вам высчитывается стоимость, ценность этого этапа. Они в статье доступны. Соответственно, вы сами определяете, если коротко ответить на ваш вопрос, вы сами определяете на основании приоритета, на основании сложности прохода поворонки. Логично, что если пользователь заходит к вам на сайт без каких-либо препятствий, то ценность этого перехода будет меньше. Переход на карточку товара вы можете оценить как приоритетный, либо неприоритетный. Это ваш выбор. С одной стороны, правильно делать неприоритетным, потому что это не конечное действие. Конечное действие это покупка, это повторная покупка. Но если говорить вот в этом кейсе, то аудитория, которая приходит на карточку, это ваши будущие клиенты. То есть она не такая уже и неважная. Она важная. Те, кто заходит и делает конечное целевое действие, это деньги сегодня. Те, кто заходят на карточку товара, это деньги завтра. Поэтому вот исходя из ваших приоритетов, вашего бизнеса, вашей специфики, вы определяете приоритеты и сложность прохода по каждому этапу воронки. Вставляете эту формулу, получаете ценность. Потом эта ценность забивается в ваш алгоритм funnel based и это работает. Единственное, что отмечу, это не так просто. Потребуется потратить время и ресурсы на то, чтобы эту систему аналитики отстроить. И это есть смысл устраивать на тех продуктах, где действительно большой трафик и где сложная система взаимодействия. Например, в Netpeak это не нужно, потому что большинство лидов к нам приходит через inbound. То есть это входящие заявки. Контекстную рекламу в такой массе мы не крутим. Поэтому в сердцах это нужно. То есть для вашего бизнеса нужно понять, нужно это или нет. Но это дешевле значительно, чем Google Analytics 360. Это порядка там 1200 долларов на это уйдет. Спасибо.